И с нами уже на прямой связи военный эксперт Олег Жданов. Олег, здравствуйте, рад вас приветствовать. Да, здравствуйте. Ну что ж, видим очень много позитивных новостей. В свою очередь давайте вместе с вами послушаем решение Джо Байдена. Он его озвучил касательно того, что он официально подтвердил передачу дальнобойных систем М-142 «Хаймарс» в Украине после месяцев неопределенности. Давайте услышим его заявление и будем обсуждать более детально касательно всего этого вооружения и какой от него будет толк. Украинцы продолжают вдохновлять мир своим мужеством и решимостью, храбро сражаясь, защищая свою страну и свою демократию от российской агрессии. Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров и продолжать предоставлять Украине оружие и технику для обороны. Я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двупартинной поддержке в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отражения атак России. Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями с передовым вооружением, в том числе «Хаймерс» с боеприпасами для поля боя, для защиты своей территории от российского наступления. Мы будем продолжать лидировать в мире в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу. Мы уже не раз слышали и от Кирилла Буданова в том числе, что летом может измениться ход войны на позитивную сторону для Украины. И учитывая то, что сейчас мы видим, что и Соединенные Штаты Америки предоставляют еще больше вооружения, Великобритания также озвучила о передаче очень важных реактивных систем залпового огня. Олег, как, по вашему мнению, изменится карта войны в ближайшее время с учетом уже нового вооружения, которое получает Украина? Ну, я бы так не спешил. И в ближайшее время скажу, что карта войны будет более-менее стабильная. И вот, скорее всего, июнь месяц мы проведем в позиционных боях, нанося небольшие атакующие действия по позициям противника и обмениваясь огневыми ударами в основном артиллерии. А вот уже в июле месяце, когда это вооружение доедет до Америки на линии фронта? Если говорить непосредственно о той ситуации, которая сейчас и после получения этих реактивных систем залпового огня, дополнительных гаубиц, скажите, пожалуйста, насколько реалистично то, что уже контрнаступление будет происходить не только на Херсонской области, в Херсонской области и на Харьковском направлении, но также и вглубь же и Мариуполя, и Донецка, и Луганска? Все будет зависеть от количества. Понимаете, вот тут самое главное. Если количество будет исчисляться десятками единиц, то тогда будем говорить с вами об одном направлении. Если же количество будет исчисляться сотнями, я думаю, именно так и будет, потому что вот этот пакет помощи, который объявил Джо Байден, он, я так понимаю, это вне рамок Ленд-Лиза. Это еще один дополнительный пакет, за который проголосовал Конгресс Соединенных Штатов. То есть они нашли еще возможности для того, чтобы усилить нам военно-техническую помощь. А вот в рамках Ленд-Лиза, если эти установки придут там в объеме несколько сотен, тогда да, тогда мы с вами можем говорить о широкомасштабном контрнаступлении по нескольким направлениям одновременно. Британия отправит в Украине реактивные системы залпового огня М270. Об этом скользь уже упоминал мой коллега. Этот шаг был тесно скоординирован с решением Штатов предоставить Украине систему Хаймарс. Их уже в простонародье называют Химарсы. Уже такое народное звание появилось. Британское правительство также заявило, что украинских военных научат тому, как использовать пусковые установки, чтобы эффективность можно было максимально увеличить. Давайте услышим. По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого применения России дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов. Бен Уэллес, министр обороны Великобритании. А есть ли какая-то ориентировочная цифра числа вооружения, которая может нам гарантировать победу? Ну, я думаю так, что, в принципе, по той группировке, которая сегодня у нас действует на территории, то как минимум нам необходимо где-то порядка 300 единиц. То есть мы должны создать где-то 3-4 бригады реактивной артиллерии. Тогда, да, тогда мы будем чувствовать себя более-менее безопасно. То есть безопасно или уверенно, планируя контрнаступательные действия. Если будет больше, то, в принципе, это только улучшит качество нашего огневого поражения российским войскам. Олег, в свою очередь, давайте сейчас посмотрим на карту, которую предоставляет ежедневно британская разведка. И тут у меня будет к вам небольшой вопрос. Смотрите, сейчас мы видим, что уже 80% северодонецка города, по информации Сергея Гайдая, главы Луганской областной военной администрации, уже под контролем российских военных. Но, в свою очередь, и Владимир Зеленский также сказал, что сейчас, дабы избежать большого кровопролития, все силы, которые Российская Федерация сосредоточила в Северодонецке, вообще в целом в Луганской области, и там у них огромное преобладание в людях. И наши вооруженные силы частично отступают, дабы сохранить свои жизни. Но в этот же момент используют весь ресурс на Херсонскую область. Там, делая контрнаступление. То есть, пользуясь случаем, вооруженные силы Украины сейчас с другой стороны обходят. Скажите, пожалуйста, вот данная ситуация в Северодонецком и в целом с Луганской областью, если вооруженные силы Украины потихоньку отступают, дабы сохранить жизни, не усугубит ли это в будущем деоккупацию этих регионов? Нет, абсолютно не усугубит. Ну, во-первых, мы отходим с одного рубежа на другой. И тем самым заставляем, вынуждаем вооруженные силы Российской Федерации каждый раз начинать все сначала. Начинать со штурма наших позиций. При больших потерях, которые они несут во время вот этих штурмов наших рубежей. Это первое. Второе, мы же уходим на более выгодные. Если даже они смогут нас выдавить полностью из Северодонецка, то ли сейчас находятся на господствующих высотах. И наши артиллерии, наши войска потом смогут спокойно выбивать противника из этого населенного пункта. А может быть даже мы будем... Мы же находим... Там речка Северский Донец проходит, и мы справа и слева от Северодонецка, и мы имеем плацдармы на левом берегу этой реки. И поэтому вполне возможно, что город, может быть, и не будем штурмовать в лоб, а просто его обойдем и возьмем его в осаду. Поэтому вариантов может быть очень много. Но у нас как бы есть эти варианты, и мы можем планировать в зависимости от обстановки на день, когда мы начнем переходить в контрнаступление, когда мы примем такое решение. Еще интересный момент. Северодонецка все-таки это более психологическая цель, тактическая была бы Лисичанск, но она не дается нашему врагу. И вот трассу Бахмут-Лисичанск российские войска не могут взять по своей контролю уже который день, хотя очень пытаются. И вот интересно, это все-таки тактическая ошибка российских военных? Либо все-таки у них не было другой возможности? Единственный вариант у них было это захватывать Северодонецк? Нет, у них просто не было. Это, ну, я бы сказал, что это политическая ошибка. Дело в том, что, смотрите, здесь уже, я уже говорил неоднократно, здесь уже больше политики, чем войны. Путин отдал приказ до 1 июля взять Луганскую область. В Луганской области осталось практически два населенных пункта и несколько квадратных километров территории. И они просто вынуждены идти в лоб штурмовать это. Несмотря на то, что у них там уже начинают назревать солдатские бунты по поводу того, что солдаты же понимают на поле боя, куда их бросают и какая обстановка вокруг них складывается. Что они просто идут на убой ради выполнения политической задачи. А не ради того, чтобы достигнуть победы каким-то более другим путем в той же военной там хитрости или вообще просто сесть подумать, как это правильно сделать. Поэтому они бьются за этот город. Мы, в принципе, удерживая нашу оборону, практически ломаем все политические планы Кремля. У Кремля нет сегодня возможности объявить хотя бы какую-нибудь победу в этой, как они ее называют, специальной военной операции. Даже если мы будем удерживать один населенный пункт Луганской области, для нас это будет уже победа. И также есть мнение о том, что вооруженные силы Украины выбрали неспешную военную тактику декупации захваченных Россией территорий. И это наиболее правильный подход, так считает Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. И вот, по его словам, именно тщательно продуманные контрнаступления могут сохранить максимальное количество человеческих жизней и полностью освободить в конечном итоге наши территории. Послушаем. Цель, она поставлена достаточно-таки еще и в военной области. В военной площади она состоит в том, чтобы сделать невозможным для противника обладание той или иной позицией, которая более выгодна по отношению к украинским силам. То есть они оттесняются с этих позиций и уже позиции более выгодные с военной точки зрения. То есть либо высоты, либо за зеленой зоной занимают уже украинские подразделения, что, скажем так, во-первых, дает возможность эффективнее проводить оборону и сдерживание российских войск, во-вторых, создает определенные плацдармы для направлений, для будущих, следующих контратак и освобождения украинских территорий. Олег, ну и в свою очередь также мы наблюдаем, что сейчас контрнаступления происходят, о чем мы ранее говорили. Мы также ожидаем дальнейших поставок вооружения от наших международных партнеров, чтобы максимально себя защитить, максимально сначала обороняться, потом идти в контрнаступление. Но сейчас, если посмотреть на ход войны, на то, как все, что и где происходит, на то, как россияне сейчас ударились полностью в Северодонецк, делают все, чтобы его захватить в ближайшее время, также наносят удары, авиаудары по Сумщине, по Харьковщине. Как сейчас можно спрогнозировать ход войны на ближайшую, ну давайте, неделю? Ну скажу так, что активность боевых действий, на мой взгляд, будет спадать. Почему? Потому что мы реально наблюдаем, что Российская Федерация выдыхается. Свежих резервов у них нету. Тех, которые можно сегодня перебросить в Украину и сразу же отправить в бой, то есть подготовленных. Поэтому, как и прогнозировалось ранее, в ближайшую неделю мы можем наблюдать снижение активности и фактический переход к позиционной войне. Они даже уже сегодня Северодонецк штурмуют не с такой яростью, как это было, допустим, неделю назад, когда там бросалось в бой огромное количество войск, людей, и когда наши позиции, артиллерия, авиация бомбила, не переставая круглосуточно. Поэтому, я думаю, что будет снижение и постепенный переход к позиционной войне. Олег, еще одно уточнение по информации Генштаба Вооруженных сил Украины. Россияне теряют беспилотники по всем направлениям. И сейчас они уже начинают задействовать беспилотники даже МЧС Российской Федерации. Что говорит о том, что в ближайшее время, возможно, начнутся хаотичные обстрелы. То есть, российские военные станут по факту слепыми. Соответствует ли это действительности? Так ли это? Да, действительно, это так. Ну, во-первых, посмотрите на впечатляющую цифру, сколько сбито беспилотников оперативно-тактического уровня, типа Орлан или Форпост. Это раз, там уже цифра внушительная, к половине тысячи приближается. И второе, мы действительно сбили несколько беспилотников, которые были с опознавательными знаками МЧС. Это говорит о том, что производство очень сильно отстает от тех потерь, которые несет российская армия на территории Украины. И да, скорее всего, дальше они будут опираться только на радиолокационную разведку, то есть радарами пытаться засечь нашу артиллерию. И, в принципе, им не привыкать, но они будут переходить, скорее всего, к огневому поражению по площадям. То есть будут разбивать на квадраты, на зону, в которой находятся наши рубежи, и пытаться наносить огневые удары именно по площадям, максимально накрывая нашу позицию. Здесь недостаток в том, что, первое, не будет точности. Они будут действительно в полуслепую наносить эти удары. Второе, это требует очень большого расхода боеприпасов, то есть логистика. А у нас появляется преимущество в дальнобойной артиллерии, в той же реактивной, и мы можем громить склады. Я напомню, как началась операция «Буря в пустыне». Соединенные Штаты практически не шли в лобовые атаки. Они просто уничтожали конвои с логистикой для армии. На пятый день армия сдалась. Без воды, продовольствия и боеприпасов они продержались всего на все пять дней. То же самое можем делать мы, получив вот эти дальнобойные реактивные системы, нанося поражение противнику в ближайшей глубине, там, до 50 километров за линией фронта. И маленькое уточнение у нас буквально 30 секунд до конца эфира. Олег, скажите, пожалуйста, вот в силу вот этих вот всех слепых ударов от Российской Федерации, в силу того, что у них не хватает беспилотников, они также перевозят танки старые, расконсервированные. Да, спасибо большое. Говорит ли это о том, что у них начинается и брак вооружения? 30 секунд, пожалуйста. Да, у них, кстати, начинается не только, у них масштабный кризис, провален призыв, они уже начинают отлавливать призывников, скрытая мобилизация начинает давать как можно меньше, уже меньше людей, чем они бы хотели, и оно, и тенденция к уменьшению. Ну и с вооружением тоже, они теперь используют уже то, что снимают с длительного хранения, а оно не самое лучшее, и старое. Безусловно, что качество орудия, которое предоставляют наши партнеры, превосходит даже количество того вооружения, которое расконсервирует Российская Армия. Благодарю вас. Это Российская Федерация. Спасибо. Благодарю вас, Олег. Я напомню, Олег Жданов, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Редактор субтитров А.Семкин